Доброе утро, Полтава! Звонили, кто-то отреагировал. Не так, как хотелось, конечно, но большинство погибло. Расскажите про ребёночка, что произошло с ребёночком? Смотрите, получается, мы деньги вот собираем. Это наша полтавская девочка, она была соседкой раньше с Артёмом, вот они жили по соседству очень долгое время, всё детство. И у неё родился ребёнок, к сожалению, больной, то есть у него порог сердца. Две операции он перенёс, вот сейчас уже нужна третья. Это очень сложная операция, один из самых сложных порогов сердца. Полугодавалый мальчик, насколько. Да, да, полгодика, совсем маленький, Матвей зовут. И вот мы собираем на эту операцию. Там нужно 100 тысяч, 26 у нас уже есть, вот 74 осталось собрать. И мы всеми силами стараемся как-то собрать эту сумму. Кто, кроме самого Артёма, ну я-то поняла, вы организаторы, прежде всего. Да, да, мы полностью организовываем Артёма. Кроме Артёма, кого ещё смогут увидеть полтавчане, придя на концерт, когда будут концерты, расскажите, Даня. Смотрите, поддержали Сент-Тропе, это друзья Артёма, они тоже поддерживают нас. Поддержала Жаслин, девочка участвовала в X-Factor, тоже очень здорово, что она согласилась. Спасибо, трио, Джазуни, девушки тоже потрясающие, у них такая интересная программа. Поддержал Тонский, наш тоже полтавский рэпер, он будет. Наша будет рэп-школа, вот мы тоже на талантах участвовали, да, мы и детей своих подключаем тоже к этому проекту. В общем, пока так, добавляются, артисты добавляются, кто хочет, а геи пишут. Когда концерт? 21 мая. 21-го был? 21 мая, в 18.00 начало, Вилла Крокодила, да, Вилла Крокодила тоже нас очень поддержала. 70 гривен цена вопроса, это в принципе, придти послушать наших замечательных ребят, я считаю, это не проблематично. Да, 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 по предоплате 70 гривен. И сделать добро. 70 гривен, уже есть продажи билетов заранее? Да, да, сейчас мы постараемся распространять, очень помогает Ирина Ярошенко, организатор музыкальной премии, она тоже всячески старается как-то и по билетам помочь, и по рекламе. То есть, G-Coffee нам очень помогает тоже по распространению билетов, спасибо им большое. То есть, кто как может, кто как поддерживает. Спасаем всем миром. Да, кто может еще, пишите, будем очень рады помощи. Мы везу, подумайте, обязательно укажем контактные номера, куда можно писать, если кто может и желает помочь малышу, Матвею. Александра, хотела тогда поговорить еще немножко о школе, вот ваша школа, рэп-школа, в которой вы создали, сколько ей уже? Не так много, полгода вот официально мы занимаемся, уже успели, у нас много уже таких побед, можно сказать. И на Украина Майя Талант мы съездили, где мы прошли в прямые эфиры, дети выступили, они это все почувствовали. Я считаю, очень хорошо выступили. А возрастная категория? С шестого класса, с 12 лет у вас и выше. Берете в школу? Да. А почему шестого, почему не меньше? Меньше, там просто нужно уже думать, это стихосложение, это уже более такое... Я только хотел сказать, как Артем, на ленту, ту-ту-ту-ту-ту-ту. Ну, Артем у нас вообще звездочка в этом плане. Он тогда убил всех, когда стартовал. Показал, как может, Полтава, молодец. Саша, а сама пробовали петь, рэп читать? Ой, я один раз попробовала, это очень сложно, я решила этим не заниматься. Да, я больше по таким организационным вопросам, по концертам я занимаюсь, организацией концертов, всяких мероприятий, то есть я отвечаю за это. Как сейчас с концертами? Идут, идут потихоньку, вот был батл недавно, то есть сейчас уже планируются концерты, и вот в центре будет концерт в скорое время, так что... В школу, если дети все-таки захотят попасть к вам, это куда обращаться, где вас нет? Это можно ко мне обратиться, мой номер телефона есть и у Артема на странице, наша почта есть, можно ВКонтакте написать сообщением, то есть... Отлично! А вы в курсе, что сегодня президент таки решил запретить ВКонтакте? Одноклассники ВКонтакте. Да, подписал. Не слышали еще о таком? Нет, еще такого не слышал. Ну, теперь наши интернет-провайдеры должны убрать с пользования, судя по указу президента, одноклассники ВКонтакте и еще несколько ресурсов русских. Что будете делать? Фейсбук. А Фейсбук — это моя страна, я там как паук. А расскажите немножко все-таки о детках. Много ли у вас их там сейчас? У нас группа где-то 25 человек. Вот мы собираемся новый набор сделать, новую группу, потому что дети уже, в принципе, много всего знают. Если новый человек приходит, ему очень уже сложно влиться в коллектив. Ну, то есть, потому что уже развитие, они знают, там много слов мы учим, много информации. Им это сложно уже все впитать так быстро. То есть, мы хотим вот новую группу создать, чтобы это все как бы... Как идет обучение? Это по выходным, там, я не знаю, встречаются, либо три раза в неделю, как обычно? У нас два раза. Два раза в неделю, вторник, четверг, на 3 часа, в 17-й минуте. Разрабатываете речь, да, у вас с детками? Да, да, в основном там и литература, вот читать. Это такое открытие. Например, у нас дети не все отличники. У нас есть такие троечники, кто не хочет учиться. И приятно, когда вот, например, человек, который не любит вообще учиться, там, спрашивает, что почитать. Или я там в библиотеке. Какую Артем там говорил книгу, можете сказать? То есть, вы еще таким образом привили любовь к литературе. Да, это основное. Рэп, это, как Артем говорит, каменный век поэзии, поэтому нужно много читать, чтобы что-то написать. И Артем сам тоже много читал, да? Да, Артем очень любит читать, он всегда везде читает, поэтому... А ваш ребенок, как к этому относится? Сколько вашему ребенку? Три, вот, будет. Будет три. Это после рождения я вас как-то в центре ловил, там, помню, по поводу алкоголя, задавал Артему вопрос. Еще в коляске киндер-сурприз был явный. Отношения сейчас ребенка? Он не сильно любит, когда Артем читает, потому что он ему тогда не уделяет внимания. А на ночь не просит? Папа, ну, прочти-ка мне что-нибудь. Репку, пожалуйста, рэпом. Нет, нет, не просит. Просто Артем очень много уделяет времени именно чтению, и рэпа, и книг, поэтому... Развивается. Да, да, да. Но семье уделяет время все-таки? Конечно, конечно, он полностью со мной, вот мы напополам. Знаете, обычно говорят, что обычно мама всегда с ребенком, в нашей семье не так, у нас ровно напополам. Вот с самого рождения, когда у нас родился Данил, Артем все полностью взял половину на себя, иногда даже больше берет, иногда я больше, но в основном у нас напополам. Когда свободное время, где вы с семьей любите гулять? Ой, свободного времени так много, но в основном это по нашему району, мы живем на садах, вот на садах, когда есть время. Один, два, три? Какие сады? Адюра рядом есть, и лес тоже есть. А, да, действительно, все равно. В принципе, мы все объединяем. Любим в центр выезжать тоже. Саша, скажите, вот цена вопроса школы. А, да, школы? 200 гривен, она стоит в месяц занятий. То есть, получается, в месяц 8 занятий, это 25 гривен одно занятие, это очень... А то я уже задумываюсь, мы еще просто не дорос немножко, но я уже задумываюсь по поводу того, как привить у ребенка любовь к чтению. Как часто участвуете в благотворительных концертах? Артем всегда поддерживает, вот когда звонят. Артем всегда обращаются, да? Да, да, да. Я, ну, я отвечаю всегда за концерты, вот когда мне звонят за благотворительность, я сразу узнаю документы, что были, потому что бывало такое, что мы соглашаемся, приезжаем, а там ни организации нет, ничего нет, ну, то есть... И непонятно, для кого помощь, и нужна ли вообще она. Поэтому я сейчас тщательно проверяю, что были бумаги, потому что, ну, раньше мы всегда на все полностью соглашались, приезжали, и об этом концерте никто не знает, неизвестно для чего он, для кого он. То есть это мошенничество даже, может быть? Я не возникну, если бы сказать, что мошенничество, просто вот халатное отношение к концерту. Роганизатор. Да, да, реагизатор. А сложно ли вообще организовать благотворительные концерты, это же все-таки, ну, и артисты поговорить, договориться с ними? В принципе, я бы сказала, да, потому что нужно найти артистов, не все всегда могут, у кого даты вот заняты. Вот, например, у нас 21 мая мы хотели Виталина Мусиенко, чтобы приехала, мы звонили ей, она поддерживала, очень хотела тоже к нам попасть. Спасибо большое Виталине за это, но, к сожалению, не экзамен. Вот в эту дату, получается, никак она не может вырваться, она учится не в Полтаве, поэтому, к сожалению. А какие еще бывают сложности в концертах? Ну, нужно договориться вот с залом, чтобы, если это благотворительность, нужно, чтобы максимально все деньги пошли, вот, например, как в нашем случае, 21 числа концерт. Нам дела крокодила полностью помогают. Там Евгений, вот, я с ним созвонилась, полностью зал нам дал, то есть мы за аренду ничего не платим, деньги полностью идут на благотворительность. То есть артисты, никаких гонораров нет, то есть полностью афиши там за счет, либо за свой счет мы делаем, либо за счет Лилы Крокодилы, то есть, либо они нам помогают с афишами. То есть деньги мы полностью... Да, этих денег вообще не касаемся. Вообще не касаемся, то есть полностью все деньги с билетов идут туда, потому что бывает, что благотворительность организовывать там пошло то на съемку, то на билеты, на афиши, на, там, на гонорары какие-то артисты, возможно, берут. Ну, то есть это, я считаю, неправильно. Если это благотворительность, то все должны быть полностью отданы. Ну, в принципе, я думаю, на это можно и заканчивать. Еще раз подчеркиваю. Да, 21 числа, дела крокодилово, 17.00. Помогите маленькому Матвею, посмотрите своих любимых артистов, наших полтавчан. И до скорых встреч, с вами Александр Демидович, Светлана Бондарева и Александра Лоя. Спасибо большое, поддержите нас. Всем пока, пока. Всего доброго. Ждем вас.